Ну, целовался хотя бы с ней, вот как ты думаешь? Мог, да, мог. Я люблю целовать женщину, я не могу, как бы, обойти этот момент. Если у меня есть контакт, то я обязательно ее поцелую, конечно. Вообще хорошо целуешься? Обалденно! Просто фантастически. Правда? Я люблю прям облизывать женщину полностью. Ну, может быть, ты тогда узнаешь эту девушку, если увидишь ее живьем? Maybe. Вы не виделись больше 20 лет. И сегодня она приехала к нам в студию. Встречай! Добрый вечер! Не узнает! Больше обнять, подойти, потрогать. Проходите на диванчик. 20 лет? 20 лет. 20 лет вы не виделись. Не узнает. Ничего, сейчас мы... Не подсказывайте, только сейчас ничего вообще. Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну что? Так, не подсказывай. Серьезно? Да. Обалдеть! 45? Да, 46. Присаживайтесь на диванчик. Вова, присаживайся на кресло. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Мы с Володей учились в одной школе. В параллельных классах. А фамилия ваша? Ну, была Андрианова. Блин. Неужели? Ты вспомнил? Ты такая стройная хуйняка. Вова, кто такая Наташа Андрианова? Расскажи нам. Это моя любовь первая. Я влюбился так, что я просто сходил с ума. Я так мечтал тебя увидеть, на самом деле. Ты такая красивая вообще. Я был просто влюблен бешено. Я узнал ее телефон. Я звонил ей, молчал в трубках. Мне хотелось услышать ее голос всегда. А я была влюблена в другого. Да, я тебя любил в взрослых парней. И потом мы пришли к тебе домой с Лешей. Он пошел в одну комнату, а мы с тобой остались в гостином. Помнишь? Ну, было такое, да. Ты звонишь? Нет. Серьезно? Ну, ты даю. Вот. И мы там обнимались. Ты говорила, какой я крутой. Я помню это. Ну, ты и был крутой. Да. Ты говорила, блин, ты так все умеешь делать круто. А что круто было, расскажи. Вы закрылись в гостиной. Да, у нас был такой секс, но без... Без компакты. Нет, без проникновения. И потом мы бац. И все, и разошлись. Как на такого мужчину можно было не обращать внимания, Лера? Представьте себе, черные гриндерсы, черный кожаный плащ. Класс. Косичка. То есть это был феерический человек. Тебя пугал его образ или... Меня совершенно не пугал его образ, хотя многих его образ действительно пугал. Я всегда видела в нем какую-то очень тонкую душу, поскольку он читал мне стихи. Серьезно? Да. Я не помню, какие, но читал. Серьезно, стихи читал? Да, да, да. Он меня поражал тем, что обычно как-то 15-16 лет мальчики и девочки еще не понимают, чего они хотят в жизни. Володя всегда знал, чего он хочет в жизни. Вот теперь вы представляете, вот такой образ Володи, да, и я девочка в домашних тапочках в школьной форме, да, ну то есть мы были из разных мировых. Девочка-дюймовочка и защитник, большой мужчина, грозный. А когда мы встретились через несколько лет уже после окончания школы возле театра, и вдруг я смотрю... Да, конечно, мне навстречу... Это, ты знаешь, был, наверное, 92-й год или 91-й. Мне навстречу летит человек в плаще, он знает, куда он идет. Я смотрю, боже, вова! Да, 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 длинный плащ, да, да, пят. Наташа, а у вас есть сейчас муж, дети? Я не замужем, но у меня двое прекрасных взрослых детей, 24 и 18. Наташа, а вы кто по профессии? Ну, у меня кадровое агентство, небольшой собственный бизнес уже лет 15. Володя вас не узнал на фотографии, вот вы считаете, вы внешне изменились сильно или нет? Да, конечно, конечно. Сильно? Да, да, да. Давайте посмотрим, какая вы были в юности. Такой помнишь Наташу? Ну да. Но я, к сожалению, должна констатировать, что твой ответ неправильный, и 50 тысяч рублей остаются у нас там. Спасибо, Наташа, вам большое, что вы к нам сегодня приехали. Встретимся. Угу.